Привет всем ребят, на связи GrimOptimist. Решил записать небольшой блог. Вы сейчас слышите эхо, к сожалению, с этим ничего не сделать, потому что я записываю это видео из новой квартиры, куда я переехал буквально на днях. Пока тут с мебелью не очень, ну и соответственно звук гуляет, как будто на вокзале. Зато смотрите, есть электрокамин. Смотрится довольно круто и может быть даже пафосно, но на самом деле просто хозяин в свое время квартиры бывшей поставил его, видимо его прикалывало, вот теперь он у меня есть. Не знаю, как я буду его использовать, но глаз он, как говорится, радует. Там он и греет, в принципе, и визуально тоже, так смотрится неплохо. Вот, пока у меня тут нету ни интернета, ни рабочего места, вообще нифига. Вот интернет должны подключить завтра, компьютерный стол должны привезти сегодня вечером, я его буду собирать, но есть одна проблема, в комнате, где я планирую вообще сделать себе рабочее место, пока тоже нет мебели, и там тоже будет лютое эхо. Я пока не знаю, что с этим делать, наверное придется какие-нибудь тряпки там на одеяло развесить по стенам, чтобы просто звук не гулял и это не бесило никого. Вот, ну это то, что я вам сказал, это в идеале как бы по времени, я не знаю, когда у меня появится возможность нормально работать, я надеюсь, что, ну может быть через день, через два это будет уже неплохо. Вообще, последнюю неделю выдалось довольно непростой, потому что переезд, во-первых, во-вторых, я там приболел, ангину себе заработал, которая все еще не до конца прошла. Вот, ну и некоторые другие, скажем так, житейские небольшие проблемки. Вот, ну вы знаете наверняка, что обычно все разом сваливается на голову, вот, как есть старая поговорка, типа беда не приходит одна, ну в данном случае это как бы не беда, но просто сложности какие-то. Вот, ну и просто я решил, думаю, хотя бы блог на второй канал для пацанов там и девчат немногочисленных запишу, будет уже вполне себе ничего, хоть какой-то, как говорится, контент. Вот, хотел сказать несколько слов про своего старого провайдера, я буквально вот 20 минут назад пришел, ездил расторгать договор, на старой квартире она была съемная, там у меня был провайдер МТС, потому что он был проведен, в общем, хозяйка разрешила только его подключать. И, ну, те, кто смотрел мой основной канал, да и лайв тоже, вот последние месяца 2,5-3, они наверняка уже поняли, о чем я сейчас буду говорить. К сожалению, постоянно были какие-то проблемы, то есть у меня стрим, наверное, ну раз в 15 падал. Вот за эти вот 2,5 месяца у меня просто стрим обрывался, потому что разрывалось соединение интернета. Постоянно какие-то потери пакетов, лаги. Была ситуация вообще, которая меня, честно говоря, очень сильно удивила. Это происходило, опять-таки, в прямом эфире. Короче, суть такая, что когда я подключился, типа цена услуги была 450 рублей в месяц, интернет, да. И потом, ну, я как бы сразу заплатил за 2 месяца вперед. То есть закинул сразу же туда 900 рублей. И херак у меня посреди стрима обрывается интернет. Я, короче, не понимаю, чего сначала думал. Там, ну, какие-то проблемы, может быть, там, с кабелем и так далее. А потом выяснилось, что, короче, они взяли и подняли цену за услугу. То есть стало на 610 рублей. Соответственно, у меня на счету было только 450. Интернет автоматически не продлился. И мне просто заблокировали доступ к нему. Я захожу, у меня, типа, ну, у вас не хватает, там, сколько там, ну, 100, там, с копейками рублей. Я думаю, вы что, с ума сошли, что ли? Беру, короче, с телефона, сразу с вебмани закидываю, прям мгновенно. И нифига все равно не работает. А интернет заработал только через 12 часов. А то и даже больше. Только с утра. То есть нормально, да, я вот, ты сидишь в интернете, у тебя, тебя переводят на тариф дороже без твоего ведома вообще, там, ну, или цену на тариф увеличивают без твоего ведома. У тебя не хватает денег для активации услуги, у тебя обрубают интернет, и когда ты докидываешь деньги, тебе даже не могут сразу же подключить его назад. Тебе нужно ждать, там, чуть ли не сутки. Это что такое вообще? Короче, ребят, кто, мало ли, думал, какого провайдера подключать? Я никому не рекомендую подключать МТС. Это, на данный момент, это самый худший провайдер, которого я видел. То есть такого количества разрывов, проблем, потерь пакетов, падения скорости, какие-то постоянные ситуации еще. Туда дозвониться, это отдельная история. То есть, чтобы дозвониться в техподдержку МТСа, ну, полчаса минимум. То есть это минимум. Ты будешь висеть на проводе и ждать, пока тебе кто-нибудь ответит. Чтобы вы понимали, вот, допустим, тот же Дом.ру, там вообще есть такая фигня, что если ты набираешь номер, тебе сразу же говорят, то есть если есть какая-то проблема, например, у тебя денег не хватает на счету, или есть какие-то проблемы там, ну, с оборудованием, тебе сразу говорят, добрый день, клиент уважаемый, типа, в данный момент по вашему адресу проводятся технические работы, которые продлятся еще три часа. Извините за неудобства, там, и все. То есть, как бы ты позвонил, и даже тебе не надо ждать ответа оператора. Тебе сразу говорят, что да, у тебя нет интернета, потому-то, потому-то и потому-то, и мы уже решаем эту проблему. Вот. И даже если ты решишь все равно переговорить с этими людьми, то, ну, придется ждать, ну, минут пять от силы. То есть тут полчаса. Короче, ребята, МТС, это днища полная. Вообще, если будет кто-то смотреть, мало ли там, ну, из руководства или еще что-то. С такими, как бы, с таким подходом, я не знаю, я бы даже бесплатно вашим интернетом не стал пользоваться. Потому что, как вообще можно пользоваться, если у тебя постоянно какие-то разрывы, постоянно какие-то проблемы, там, ну, это же просто неудобно банально. Вот такие дела. То есть, я надеюсь, что сейчас подключу Дом.ру опять, и у Дом.ру у них подороже, но у них зато нормально все работает. Вот, я уже давно пользовался Дом.ру, никогда никаких проблем не было. Ну, есть и другие, это не реклама, как бы, есть и другие провайдеры нормальные, но просто я уже привык с Дом.ру, как бы, меня устраивает. Вот, что еще рассказать-то, даже не знаю. В принципе, интересного-то ничего особо не происходило, потому что, ну, как, вернее, для вас интересного, скажем так, ничего не происходило. Вот, но у меня, как бы, много всего произошло, потому что любой переезд, ну, как говорят, переезд хуже пожара. Да, то есть, огромный нервотрепка, физический труд и так далее, все нужно перетаскивать, все на новом месте. Я вот кресло свое разбирал, собирал, это отдельная история, этот самурай, на который я делал обзор. Тоже такое себе, знаете. Короче, кресло, оно плохо собирается, когда ты один это делаешь, без помощи. Вот, а я собирал один. Вот. Вот, забыл штатив, кстати, на старой квартире, прикиньте. Вот, я сейчас хотел блог записать, думаю, сейчас поставлю штатив, красивенько, каминчик, там, ну, сделаю какую-то, это, атмосферу. И в итоге понял, что я его оставил там, короче, штатив, который покупал. Надо будет забирать тоже на днях. Вот, ну, так в целом, как бы, все более-менее нормально, надо только здоровье в порядок приводить, потому что, ну, что-то как-то не могу никакой нормально выздороветь полностью, потому что то одно, то другое. Еще погода у нас такая в Перми блядская, не знаю, как у вас, у нас то жарко, то холодно, короче, вот так вот днем жарко, а вечером и утром люто холодно. И непонятно, как одеваться, то есть, если ты с утра выходишь по делам, например, там, в 8 утра, если ты оденешь ветровку, то ты замерзнешь. Если ты оденешь куртку, то через 2 часа ты охереешь от жары и будешь сырой весь. Вообще, как бы, не знаю, у нас погодные условия печальные. Мне, мне, как бы, такое не нравится. И ветер еще постоянно. То есть, опять-таки, то нету. Короче, не знаю, не люблю я нашу пермскую погоду. В этом плане я, наверное, не патриот, да. Ну, принято, знаете, хвалить город, в котором ты живешь. Вообще, я много раз такую точку зрения слышал, что вот там мой любимый. Я в Перми прожил всю жизнь, у меня нету никаких теплых чувств, связанных с этим городом. Может быть, какие-то отдельные места, где мое детство прошло. А так, тут ничего хорошего у нас нет. У нас плохая экология, отвратительные погодные условия, беспонтовые дороги, пробки постоянные. Очень дорого жить стоит. Сфера услуг очень дорогая, как будто, блин, в Москве почти. Ну, реально. Жилье стоит адски дорого, все дорого. Я не знаю, за что хвалить свой город. Вот, ребята, не знаю. Я знаю, среди вас есть тоже ребята из Перми. Вы напишите, вот за что любить мой город. Я не знаю, за что мне его любить. Вот понятия не имею, как будто. Ничего хорошего я не припомню. Вот так вот связаны какие-то приятные воспоминания. Ну, достопримечательностей у нас никаких нету практически. Вот, ну, не знаю, короче. Это мое мнение такое себе. Вот, ну, я думаю, обычный город не лучше и не хуже других, как бы. Что еще рассказать-то, блин, не знаю даже, ребят. Ой, хочу уже нормально, короче, рабочее место что-то уже делать, потому что как-то меня все это напрягает. Вот, стол себе компьютерный заказал в Ситилинке. Такой довольно забавной формы. Вот, но мне, я думаю, будет удобно за ним. И вот надо будет что-то думать с эхом. Ну, задний фон тоже думал, короче, сделать там какой-нибудь для стримов. И вот сейчас у меня, прямо я в сомнениях. То есть, у меня вообще прямо дико... Мне хочется купить акустический поролон и наклеить его на стены, короче. Видели, может быть, такие вот поролоновые пластины, знаете, они как пирамидками такими идут. Это специальный акустический поролон, короче, его вешаешь, и он гасит вот этот вот эхо. И выглядит прикольно. Но когда я узнал, сколько, блин, он стоит, ребята, я думал, ну, рублей 500, может быть, за метр, да, квадратный. Ну, что это ж поролон обычный. Стоит 4,5 рубля за метр у нас в Перми. То есть, я посчитал, мне надо минимум метров 8, наверное, его. То есть, 8 умножаем на 4,5 тысячи. Я это не потяну просто физически. Я не буду покупать за такие деньги. Сейчас вот думаю, может быть, где-то найти подешевле. Потому что акустический поролон, это было бы идеальное решение. То есть, он бы погасил нафиг все эхо сразу же. И подсветка у меня уже, как вы знаете, есть. То есть, можно было бы что-нибудь придумать интересное. Вот, но это в дальнейшем. То есть, для начала мне надо просто поставить стол, подключить комп, удостовериться, что все работает, что все хорошо и уже хотя бы как-то работать в каких-то условиях. А блоги, наверное, буду записывать. Вот как-нибудь сделаю тут, короче. Ну, когда штатив привезу, сделаю, короче, такую фигню и, может быть, буду блоги записывать. У меня еще петличка есть, короче. Я ведь вам не рассказывал. Я петличку купил еще по старому ценнику этот, Боя, микрофон петличный. А потом выяснилось, что, сука, он не работает на телефоне с нормальными программами камеры. Он не работает с стандартным приложением камеры от Xiaomi. Он не работает с Google Cam, этот микрофон. Он работает только с, по-моему, Open Cam. И Open Cam это говно. Ну, мне не нравится. Она коряво выставляет фокус, короче. И я вот тоже думаю, блин, зря только эту петличку почти за косарь купил. Ну, так было бы вообще идеально. То есть, можно было бы поставить так, петличку одеть, типа, и вести там какие-то блоги. Ну, на фоне каминчика тут какой-то антуражик так сделать. Ну, было бы прикольно, короче. Мне бы хотелось так попробовать. Вот, но пока как-то вот что-то не знаю. Все только в планах. Вот еще у меня сверху постоянно какой-то шелест. Тут кто-то ремонт, видимо, делает. И это не новостройка, если что, дома уже почти 20 лет. Вот. Ну, то есть, он такой не старый, не молодой, средний. Вот. Ну, сосед сверху постоянно какие-то шелесты. Я вчера еще фильм ужасов, короче, с подругой смотрел. Вот. Она потом, ну, вышла из комнаты, вот, Кодима, что там шелестит сверху? Я говорю, ну, спокойно это. Сосед, видимо, штукатурку сдирает этим шпателем, и она сыпется на пол. Ну, видимо, что-то. Хотя не должно быть слышны, по идее, такие звуки, не знаю. Но было забавно. Вот. Вот такие дела, друзья, значит. Значит, если все будет хорошо, то завтра, может быть, к вечеру... Нет, завтра я, наверное, все-таки погорячился. После завтра, может быть, к вечеру я, если удастся, я все-таки стрим, может быть, какой-нибудь проведу. Было бы хорошо, на самом деле. Вот. Деньги, во-первых, нужны. Как бы надо вообще работать, да. Я очень мало заработал за последние месяцы за этого больничного и переезда. Вот. У меня аж как, как говорится, с одной стороны свободный график, с другой стороны не работаешь, не зарабатываешь. То есть ни больничные, ни выходные, ни отпускать ее никто не оплачивает. Вот. И надо, конечно, уже как-то... Ну, каждый, наверное, кто переезжал, он знает, что ты переезжаешь, тебе надо... Во-первых, кучу денег тратишь на саму покупку жилья. Я, если что, не в одну каску это жилье купил, то есть у меня таких денег нет, чтобы себе квартиру прямо взять, купить. Вот. А во-вторых, в новую квартиру уже помимо там мебели и выдачи, ну, таких вот серьезных вещей, нужно уже кучу всяких мелочей. То есть там кухонные принадлежности, там, ну, то есть все, короче, это тоже все бабки немаленькие набегают. Сейчас вообще все дорого. Реально, вчера в магазин сходил просто, ну, купил поесть там на несколько дней, да, вот без каких-то там разносолов, без излишеств. Я как бы не трачу деньги на всякие там ништяки дорогостоящие. У меня просто два косаря улетело. Я купил там, ну, буквально там яйца, мясо там, да, фарш купил там, ну, овощи какие-то, ну, обычные вещи там, к чаю немножко. Просто два косаря улетело. Я так домой пришел, посмотрел, я нихера толком и не купил. Я это съем там за три дня. Все. При том, что я не обжираюсь. Я не знаю, сейчас, блин, в магазин сходить это вообще жесть. Блин, цены ад какой-то вообще кромешные. Как вообще можно, я не знаю, как вообще вот можно питаться, если не покупать все в пятерке и в магните по скидкам вот этим вот, да. И если покупать, ну, скажем так, более-менее там не самые дешевые продукты в целом. Ну, я бы так посчитал, я не знаю, сколько у тебя будет двадцатка, наверное, в месяц уходить. Вот реально тупо на жратву. Если вот есть, не покупать по скидкам и покупать вот именно то, что ты хочешь, да. Даже там без каких-то деликатесов просто нормальную еду покупать. Покупать нормальное мясо. Не колбасу вот эту вот из туалетной бумаги, а нормальное мясо покупать, да. Покупать нормальные овощи. Покупать, ну, нормальные там крупы, макароны какие-то, да. Грибочки там иногда. Ну, обычные вещи, то есть это ведь, я ведь вам говорю не про какие-то там, ну, деликатесы дорогостоящие. Обычные продукты питания, которые должен есть, как мне кажется, любой человек. Если, блядь, все это покупать без скидок и, говорю, то я реально двадцатка будет улетать. Ну, то тупо на еду на одного человека. Вот настолько у нас сейчас рубль реально, ну, вообще вот в данный момент тысяча рублей не деньги. Вот в том плане, что ты приходишь в магазин с тысячей рублей, ты нихера купить не можешь. Я вот сейчас зашел в аптеку, купил там эти, ну, два лекарства буквально. У меня косарь тупо на эти два лекарства улетел там от горла. То есть это вообще жесть. Как вообще жить, я не знаю, ребята. Труба какая-то. Как-то двадцать тысяч, блядь, люди живут. Не представляю реально. Жесть. Ладно, не будем об этом. Я и так затянул ролик. Спасибо вам всем за внимание. Давайте еще глянем на каминчик. Он, если что, двигается, кстати. Видите, да, он двигается. Эти пламя там, они из очки, они двигаются. Сейчас плохо видно, потому что день. Рад был с вами пообщаться. Пишите обязательно свои комментарии. Давайте всех обнял. Надеюсь, что скоро увидимся. Всем пока.